Я вас приветствую, меня зовут Евгений Горобченко. В этом обучающем видеоуроке поговорим о том, как повысить самооценку и уверенность в себе. Итак, поехали. Без сомнения, на поступки людей влияет их собственный уровень самооценки. Очень часто встречаются люди, у которых самооценка изрядно занижена. Такие люди имеют гораздо больше потенциала, чем думают сами о себе, о своих способностях, возможностях. Такие проблемы обычно корни имеют с детства, и справиться с ними помогут только психологи. Итак, как же повысить самооценку? Во-первых, нужно немедленно перестать вести сравнительный анализ с другими людьми. Всегда найдется человек, который в чем-то превзойдет вас. Помните, что вы индивидуальны. Прекратите заниматься линчеванием, не ругайте себя, не порицайте себя. Твердо решите повысить самооценку и уверенность в себе, раз и навсегда перестать критиковать себя. Исключите из своей лексики высказывания «не за что», «ничего особенного» и им подобное. Эти фразы отрицают похвалу ваш адрес, и подсознательно вы занижаете свою самооценку. Приучите себя пользоваться положительными утверждениями в свой адрес. Для этого разместите на самом видном месте, чтобы вы часто могли наблюдать написанные утверждения, и читайте. Текст может быть самый разный. Например, «Я люблю себя» или «Все, чем я занимаюсь, приносит мне радость и удовлетворение». Повысить самооценку и уверенность в себе можно, посетив семинары на эту тему или почитав книгу. Если вы предпочитаете смотреть по телевизору криминальную хронику, то ваше настроение и поведение приобретает агрессивный характер и пессимистический настрой. Изменив свое настроение и интересы, вы заметите, как сменится ваше окружение. На смену обозленным, негативным людям придут друзья, уверенные в себе и готовые поддержать вас. Составьте список 20 ваших самых лучших качеств. Чаще их перечитывайте и убеждайте себя, что вы именно такой. Большинство людей концентрирует свое внимание на недостатках, что, несомненно, вредит им. Если уж вы взяли повышать свою самооценку и уверенность в себе, возьмите за правило ежедневно записывать, что вам хорошо удалось сделать за сегодняшний день. Найдите себе любимое занятие. Постарайтесь максимально приблизить вашу трудовую деятельность к рангу любимым. Часто можно услышать «иду на ненавистную работу» или «как мне надоела эта работа». Разве может человек с такими мыслями себя хорошо оценить? Конечно же нет. Измените свое отношение к работе и вы заметите, как повышается ваша самооценка. Обратите внимание на тех, кто является для вас авторитетом. Кто эти люди? Мама, отец, муж, преподаватель, начальник, возможно свекровь. Что они говорят вам? Не внушают ли они вам, что вы бестолочь, что вы неумеха? Это всего лишь их мнение. Живите своим умом и вам быстро удастся повысить самооценку и уверенность в себе. Помните, вы двигаетесь вперед и развиваетесь. Повышайте свою самооценку. Каждый человек на планете это уникальная и неповторимая личность. По мере роста самооценки, развития своих способностей, вы будете улучшать вашим настроением. Давайте дальше разберемся, как повысить свою самооценку через внешний вид. То, как вы воспринимаете сами себя, имеет огромное значение на то, как воспримут вас другие. Восприятие человека это жизненная реальность. И чем у вас выше мнение о себе, тем больше шансов, что окружающие будут лучше вас ценить. Чувство соумеренности это ваша оценка самого себя. Несмотря на большое влияние различных факторов на вашу самооценку и на вашу уверенность, ученые подсказывают, как можно повысить уверенность в себе. Существует стратегическая рекомендация, как повысить самооценку и уверенность в себе путем внешних преобразований. Внешний вид и гардероб. Ничто так не красит человека, как опрятный чистый ухоженный вид. Ухоженность придает уверенности и раскрепощает человека. Таким образом вы добиваетесь повышения самооценки. Причем это не значит, что вам нужно потратить много материальных средств. Пересмотрите свой гардероб. При покупке новых вещей отдайте предпочтение не количеству, а качеству одежды, которую вы покупаете. Воспользуйтесь золотим правилом. Истратьте вдвое больше, купите вдвое меньше. Качественные вещи, они и дольше служат, и дольше сохраняют респектабельный вид. Уверенность также определяется по походке. Наши движения выдают нас потрохами. По зоркому оку окружающих очень легко определить медлительную, усталую походку. Стремитесь к целеустремленным и энергичным движениям. Психологи отмечают, что самоуверенные в себе люди предпочитают ходить быстро, но не бегать. Гордая осанка тоже придает уверенность. У человека, у которого опущены плечи, неуверенные движения, вряд ли создаться впечатление у уверенного в себе человека. Такие люди, скорее всего, не имеют интереса к своим действиям и не привлекают интересы окружающих. Займитесь тренировкой осанки, расправьте плечи, поднимите голову, приучайте себя смотреть прямо перед собой. Научитесь смотреть в глаза собеседнику – это верный способ повысить самооценку и уверенность в себе. Самореклама тоже помогает повысить уверенность в себе. Почему вам не прорекламировать себя для себя же? Если никто вас не хвалит, не ждите снисхождения других. Сами для себя составьте хвалебную речь и произносите ее вслух перед зеркалом. Старайтесь отразить все самые лучшие ваши качества. Займитесь спортом. Наверное, это один из самых эффективных методов повысить самооценку и уверенность в себе. Вы всегда в прекрасной физической форме. Спортивные занятия повышают азарт и жизненный тонус. Опять-таки, здесь есть возможность выплеснуть негативные эмоции и зарядиться энергией. Если этот обучающий видео урок оказался для вас полезным, вы взяли что-то ценное для себя, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok